Тема для круглого стола была выбрана не случайно. В этом году в Одинцовские детские сады впервые пойдут около трех тысяч малышей. И каждому ребенку нужно будет пройти всех врачей-специалистов. Государственные медицинские учреждения с такой нагрузкой не справляются. Поэтому им на помощь пришли частные клиники. Но возникла другая проблема. Во-первых, не всегда и все заполняется в этих картах вашими центрами. Не всегда полностью соответствует прививочный календарь. Вот почему-то с прививками в наших центрах не очень хорошо. Без этого допустить, конечно, заведующая поликлиники не может. И документы наши учреждения после обследования в ваших центрах не подписываются часто. Естественно, если они не подписаны, значит ребенок как бы не допущен. Владельцы частных клиник Верамет, Хелсмет и Альтамет в свою очередь рассказали, с какими трудностями приходится сталкиваться их специалистам. Когда приходит действительно ребенок, приходит, а о нем информации нет, он к нам может прийти в пять лет в первый раз. Или там четыре склами, четыре года. А до этого, развитирую матери, на руках ничего нет, кроме каких-то обрывков, там что-то доктор когда-то рекомендовал. Обсуждение этой проблемы продолжалось долго. Своё мнение высказали также руководители детских садов и государственных медицинских учреждений, представители управлений здравоохранения и образования. И каждый старался не только обозначить проблему, но и предложить способ ее решения. Может быть, организовать какой-то день специальный, для того, чтобы, ну не знаю, организовать прохождение узких специалистов для тех родителей, которые идут оформлять медицинские карты. Конечно, сразу решить эти проблемы невозможно. Но основная задача этого круглого стола, а именно услышать друг друга, была выполнена. Контактные телефоны у нас есть у всех. Я рада, что вы, вернее, посмотрели друг друга в глаза. Теперь общаться с коллегами всегда приятнее и проще, когда ты знаешь, с кем ты говоришь. И теперь главное не потерять эту связь. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.